Первый вице-премьер Михаил Шеремет проинспектировал работу МРЭУ ГИБДД. Не за горами время ЧЕ – 1 апреля. До этой даты автовладельцы должны перерегистрировать своих железных коней в соответствии с российским законодательством. Как идет этот процесс и какие сложности возникают в процессе переоформления, выяснял Алексей Щербак. Процедура переоформления начинается с площадки техосмотра. Очередь сюда занимают с 5-6 утра. Живая очередь. Конечно, не очень удобно это. Как-то делать попроще, чтобы было. Мы стараемся попроще делать, но два года ждали. А чего раньше не оформили? Что мешало? Как-то, знаете, то времени нет, то машина немножко нет. Когда подперли сроками, временем, сразу нашли время, возможности. Как сказать. Определенная путаница возникла после того, как МРЭУ приостановил работу электронной очереди. Прошла к четвертому окну. Не принимают без поживой очереди. Я говорю, нам объявили, что уже живая очередь, потому что не работают терминалы. Пришла к четвертому окну, простояла там. Он у меня посмотрел документы, я принимать не буду, только по электронке. С этим вопросом разобрались довольно быстро. По словам руководства ГИБДД, вынужденный отказ от электронной очереди позволил заметно сократить время обслуживания. Все делается, чтобы быстрее обслужить водителей. Если электронная очередь выставлялась, допустим, на 7-8 минут, то человек, приходящий в окошко, подающий документы, у него, если все готово, заполнено и оплачено, мы тратим на него до 4-5 минут. Здесь возникает другая проблема. Зачастую автовладельцы не имеют при себе всех необходимых для переоформления документов. Чаще всего страховки и квитанции по плате госпошлины. Безусловно, здесь на месте будут решены ряд вопросов, которые связаны, в том числе, оказание консультативной помощи людям, потому что многие просто не понимают. Установятся в очередь и идут. А куда стоят, непонятно. Неспешность автовладельцев привела к огромным очередям в МРЭО. Сейчас по Крыму обслуживается порядка 2000 человек в сутки. И с каждой недели эта цифра только увеличивается. Но, тем не менее, еще раз говорю, на сегодняшний момент, вот до 19 часов, до последнего человека, сотрудники госантовой секции работают. У них нет ни выходных, ни праздничных, открыты дополнительные окна. Переоформление автомобилей продолжится и после 1 апреля. Вот только выезд со старыми номерами после этой даты чреват серьезными штрафами. Алексей Щербак, Александр Чукалов. Время новостей.